Музыка Произошли огромные изменения в плане сегодня курортной индустрии города Сочи. Мы действительно смогли сделать так, чтобы наш город-курорт стал круглогодичным, и он работает теперь круглый год. Говорить сегодня о начале или завершении курорта в Сочи нет необходимости, потому что это не так. Но у нас есть пляжный курорт, у нас есть курорт горно-климатический, и сезон горно-климатического курорта, есть и сезон пляжного курорта. И, конечно, между этими всеми сезонами есть главная отрасль, которая всегда нужна. Это отрасль больного водолечения. И сегодня, можно сказать, мы стали круглогодичным курортом. Мы возобновили работу нашего сердца курорта, это Мацесты. Я думаю, для многих это слово известно. Знают, что были времена лет 15-20, когда Мацеста просто помирала, и по большому счету никто не думал о больном водолечении. Но причина была очень важная одна. Это очень плохая логистика. В пробках люди стояли, те люди, которые из санатория въехали на Мацесту, они простояв там 2-3 часа в пробке, после процедур Мацесты, конечно, получали отрицательный эффект. Сегодня город без пробок, город без сирен, город совершенно свободный. И из любого санатория можно не доехать, а долететь до Мацесты. И поэтому, была я слава, Мацесты возвращаются. Мацеста становится вновь сердцем курорта больного водолечения. Мы увеличиваем материально-техническую базу больного водолечения. Вот сегодня построена или реставрирована тропа здоровья, Литеринкур. Это 4,5 километра. Начинается она от стадиона и заканчивается под мостом Мацесты. Следующая задача довести эту тропу здоровья, Литеринкур, до самой Мацесты. И строятся бюветы, они эти бюветы предпочтительно строятся как раз по Теринкуру, чтобы были такие возможности. Но продолжаем мы этим заниматься и можем сказать, что это дополнение, это конкурентное преимущество нашего курорта перед другими. В городе-курорте есть все, что относится к курортной сфере. И это наше преимущество. Естественно, что город получил новую инфраструктуру. Я уже говорил о том, что пробок нет, а этому способствовало строительство 362 километров дорог, а это 55 мостовых сооружений, это 22 тоннеля. Это гордость нашей страны. По большому счету, в 2012 году на Всемирном форуме тоннельщиков проект строительства совмещенной дороги был признан лучшим. И канадцы сказали, нам есть чему учиться у российских дорожников, у российских строителей. Мы город экологически чистый сегодня. Сегодня мы знали эти проблемы, которые были у Сочи, и на таких же встречах, на пресс-конференциях мне задавали эти вопросы. Ну и трудно было на них отвечать. А сегодня я уверенно могу говорить. Наше море самое чистое. Построенные три очистных сооружения, новые глубоководные выпуски, они уверенно нам могут говорить, дают нам право. Мы сегодня самый чистый город, экологически чистый город. Продолжение следует...